сейчас мы будем делать вот такую планку решайте для себя сами нужно нам или нет но в классическом варианте показываем вот и изнанка внешняя сторона вот у вас такой крой нужно продублировать половинку получается дублируем точно также как мы это делаем с корсетом прижимаем утюгом заутюживаем средний шов отмеряем горизонтальные линии параллельные центральному сгибу первые 4 сантиметра 2 17 сантиметров и центр отначаем 417 проводим центральную линию таким вот образом отмечаем начало и окончание пришивания косточек полтора два сантиметра два сделаете и здесь в конце примерно 5 сантиметров не доходя до уголочка сюда мы будем пришивать регелин соответственно готовим как мы это делали уже с костями ленту для запайки краев регелина прокладываем две строчки по одной регелине не получается иголочка должна попадать между двух крайних лесок не в самый край а между вот двух крайних одна строчка и 2 вот таким вот образом у нас получится одна и вторая строчка точно так же закрепкой точно так же вторую горизонтальную строчку и центральная кость и и Вот что должно получиться. И сейчас нам нужно соединить все вкруговую. Поутюжили косточки. Все было ровно. И на лапку. Страчиваем по контуру. Планки. Вот здесь в конце можно строчку сделать, нужно строчку сделать помельче. И снова уже можно шить на обычные глиния шага. И заканчиваем. И переступив сантиметров сколько? Шесть тогда, наверное. Мы заканчиваем со всем. И вот мы получили шнуровку. С запаянными краешками наискосок. Планочку отутюженную. Собственно корсет. Вот таким образом это будет все происходить. И шнуроваться шнуровкой. Красивый вот такой комплект. Вешалочные петли могут быть брендированные. Размерник, составник вы уже сами там вшиваете или нет. Смотрите. По вашему желанию. Теперь планочку. Мы за две воздушные петли. Достаточно длинные, чтобы движение было в планке. Вот пришиваем. И она держится на платье. Все. Ваше платье практически готово.